Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Буквально вчера мы рассказали вам о прибытии партии финского металла на одно из производственных предприятий Минска, где начинается производство путевой структуры и струнных рельсов. Сразу же после этого последовало огромное количество вопросов от наших инвесторов, от друзей нашего проекта. А почему именно финский металл? Почему нельзя было найти в России, в Беларуси, где-нибудь на просторах СНГ аналогичные материалы? Лучше всех этими вопросами владеет человек с очень важной должностью, главный конструктор управления инфраструктурой, оснастки и испытательного оборудования Кащук Юрий Алексеевич. Добрый день. Добрый. Так все-таки, почему финный? Поправлю сразу. Лучшим всем, вернее, этим вопросом все-таки владеет Анатолий Эдуардович, автор нашего проекта. Ну, а что касается, почему финская старта... Извините за комплимент. Не хотел. Дело в том, что немножко коснемся нашей путевой структуры. Она является, скажем так, замкнутой металлоконструкцией замкнутого типа. То есть наша путевая структура не имеет температурных швов, в частности. И возникающие в результате, скажем так, температурного воздействия на нее все нагрузки, мы передаем на анкенную опоры. Если у нас будет достаточно большие громоздкие металлоконструкции, эти усилия будут достигать, скажем так, очень больших значений. Даже применение вот этой стали, она позволяет, скажем так, уменьшить сечение нашей путевой структуры приводит к тому, что на анкенную опоры приходят до несколько сот тонн горизонтально. В результате того, что зимой температура минусовая в наших широтах, летом плюсовая. Причем перепады температур, если посмотреть на, ну, скажем так, нашу обычную погоду, могут достигать до 100 градусов. Сталь, которую мы приобрели именно у финнов, имеет прочность порядка 700 мегапаскалей. Обычные мостовые стали, которые производятся на просторах бывшего СНГ, России и все остальное, прочность достигают обычно не больше 400 мегапаскалей, а это имеется в виду предел прочности ее. То есть мы почти в два раза увеличиваем прочность нашей конструкции. Это позволяет, помимо всего прочего, использовать эту сталь не просто как элемент конструктивный, но и как и рельсовый. То есть она имеет определенные характеристики, которые позволяют говорить о том, что у нее есть повышенная износостойкость, то есть колесо не будет протирать ее, скажем так, сильно, как обычную сталь. Мы можем использовать ее как и струнный элемент, то есть не размещать внутри нашей конструкции специальный трос, проволоку, для того, чтобы потом ее натянуть и обеспечить то натяжение, которое нам необходимо. А вот как у нас на рисунке нашего рельса, то есть вот этот корпус, мы его просто натягиваем до возможных, скажем так, усилий, а это может быть несколько десятков тонн. И вот эти струнные элементы, которые размещены внутри, то есть мы их количество можем уменьшить. Соответственно, сечение металла, который мы используем, вес конструкции, мы уменьшили. Все это дает экономию. При этом стоимость данных материалов незначительно дороже, вот они, скажем так, обычных стали. То есть это обычная сталь, по сути. Я уже говорил со снабженцами, и насколько я знаю, провести сравнение не представляется возможным, потому что ничего аналогичного на просторах СНГ найдено не было. Хотелось бы также спросить. Я заметил как минимум два размера профиля. Значит ли это, что он предназначается для разных использований, то есть, как я понимаю, что-то для рельсов, что-то для путевой структуры или эстакады. И второй вопрос, как часть этого, мы купили какой-то стандартный материал или данный профиль изготавливался по нашему спецзакажу? Ну, та партия, которая на сегодняшний день приехала к нам, это партия для реализации, скажем так, участка городской и разгонного высокоскоростного путепровода. Будет приходить еще металл для всех трех наших, имеется в виду необходимых на реализацию, имеется в виду экотехнопарка, путевых структур. Но даже та металлоконструкция, которую мы сейчас реализовать будем, имеется в виду ферма для высокоскоростного городского, она просто состоит из нескольких типоразмеров. То, что сейчас приблизительно, это типовые стандартные трубчатые балки квадратного прямоугольного сечения, сделанные из вот этой стали Trench 700, скажем так, которую мы заказали. Но для того, чтобы, скажем так, обеспечить полностью спектр наших запросов, то есть данная компания согласилась по нашим чертежам изготовить из этой же стали необходимые нам профиля, то есть те уникальные или индивидуальные профиля, которые нам необходимы, будут изготавливаться тоже в Финляндии, привозить сюда, из них мы будем делать наш рельсо-струнный путепровод. Несмотря на то, что аналогов, как мы уже с вами отметили, нет, примерно, чтобы представить, насколько дороже финская сталь, чем отечественная? Можно сравнивать, сколько я знаю, какие-то попытки аналогов таких стали делать на Северсталь-Метизе были, по стоимости, я не знаю, как сейчас можно сравнить или нет, но процентов 20, до полутора раз, скажем так, это будет максимум, что я так могу, ну, в своей, скажем так, позиции заявить. Спасибо большое, для того, чтобы понять, достаточно, а насколько готова проектная документация для изготовления путевой структуры рельсов? Могли бы вы хотя бы... На финальном этапе сегодня находится разработка документации, параллельно с этим происходит, скажем так, чтобы, ну, все учесть нюансы, разработка методик монтажа, все это уже, в принципе, готово, происходит, скажем так, уточнение того процесса, который будет у нас реализован, то есть именно монтаж, что выгоднее, как можно дешевле, как можно быстрее все это построить. То есть мы уже, как бы, ну, выполнили основную работу для того, чтобы все эти нюансы определить. Сейчас выбран уже, насколько я знаю, подрядчик, который будет монтаж проводить. Ну, вот сейчас оговорим те возможности, которые есть у подрядчика, чтобы согласовать, чтобы он мог реализовать все вот эти наши технологии. Понятно. То есть, насколько я понимаю, технология натяжения струн и изготовления путевой структуры или монтажа уже практически готова? Ну, да. Скажите, а почему нужен был такой вот, как я понимаю, запас прочности для рельсов, для струн, для путевой структуры или эстакады? Ну, если в двух салах, ну, вопрос стоит прочности. Либо мы набираем весом прочность, либо набираем характеристики материала. То есть, вес и сечение приводят к тому, что мы должны строить крепкие опоры, большие сооружения на концах, то есть анкенной опоры. Либо мы, скажем так, делаем нашу путевую структуру достаточно тонкой, достаточно просто, чтобы ее можно было смонтировать, привести и так далее. То есть, соответственно, мы выбрали тот материал, который позволяет все это сделать именно как бы с технологической точки зрения, с основных именно затрат на доставку, монтаж, все это сэкономить. То есть, ну, просто легкую конструкцию сделать. Мы заявляем, что наши пролеты будут до трех километров, насколько я понимаю, между анкерными опорами. То есть, длина рельса должна быть также примерно такой, ну, в экотехнопарке километр. Каким образом будет изготавливаться из этих труб подобная длинная струна рельса? Этот сталь, эти профиля не имеют, скажем так, никаких ограничений или особых условий для проведения сварных работ. То есть, сваривается в обычных условиях. Если какие-то уникальные стали требуют чего-то уникального, то данные, скажем так, материалы этого не требуют. У нас конструкция обычная, строительная, сварная. Соответственно, мы изготавливаем ее обычными методами. Есть требования к тому, что, поскольку это все-таки путевая структура к ровности, к ее прямолинейности, профиля, которые нам поставили, позволяет этого достичь, ну, скажем так, не затрачивая, скажем так, больших усилий. То есть, они достаточно точные сами по себе. А все остальное, это типа... А сварные швы не будут вызывать разупрочнение? Или это будет в пределах допустимого? Сварка, в любом случае, околошовный шов, зона, это разупрочнение. Если в обычных сталях обычно применяется где-то порядка 0,8 коэффициент, то есть, мы берем прочность, умножаем на коэффициент понижения, то здесь, если мы соблюдаем все технологические, скажем так, нюансы, производитель заявляет до 0,9 прочность остается. То есть, 700 умножить на 0,9, ну, порядка где-то 600-590 мегапаскалей. То есть, сталь, то есть, имеется в виду вот эти околошовные зоны, они разупрочняются, ну, скажем так, просто в определенных значениях. Вот чем прочнее сталь, тем прочнее будет околошовная зона. Насколько я понимаю, именно этим и была вызвана необходимость покупать сверхпрочную... В том числе, в том числе. Естественно, при расчетах, у нас есть КБ расчетов, которая ведет вот эти все, скажем так, вычисления, расчеты на прочность, на возможность того, что мы натягиваем, что произойдет в той или иной ситуации при нагружениях различных, аварийных ситуациях, погодных условиях. Все это учитывалось. Рассчитывались обычными элементами, скажем так, конечных расчетов, специальными программами. Именно вот эти узловые элементы, то есть где приходит сварка, куда приходит, возможность влияния циклических нагрузок на вот эти узлы, для того, чтобы обеспечить заявленную прочность этой конструкции. То есть все это анализировалось, и на стадии вот этого анализа и выбиралась именно вот эта данная марка стали. Кстати, насчет анализа. Были ли какие-то аналоги, существовало ли что-нибудь подобное уже в истории, и на чем вы строили свои расчеты? Или это абсолютно уникальная разработка? Ну, в любом случае, скажем так, аналоги какие-то можно называть, чтобы подобное что-то было. Повторения, естественно, у нас нет никакого. Наша технология уникальна. То, что предлагает Анатолий Дарвич, на самом деле, как в том-то или ином степени, можно, скажем так, с чем-то сравнивать. Но аналогов я бы считал, что их на самом деле нет. Подытожить это интервью, насколько я понимаю, можно словами, что мы выбрали наилучшее соотношение качества-цена. Если брать по материалам для нашей путевой структуры, на сегодняшний день, да. В дальнейшем, возможно, мы поменяем, скажем так, эти материалы на что-то более выгодное. Но на сегодняшний день я считаю... По результатам испытаний, да? По результатам эксплуатации того же Экотехнопарка, возможно, испытаний, опять же, действительно каких-то специфических. Но на сегодняшний день я считаю, что мы выбрали действительно оптимальный вариант. Спасибо вам большое за исчерпывающие ответы. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте компании по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда у вас будет наблюдаться полное наличие, отсутствие разупрочнения. Строй Skyway, спасай планету!